эпитетов которые сейчас сказал вот поэтому ну да заходите понимаете ли в чем дело я вот тут перед тем как перейти вот к основной теме я опять-таки повторюсь но я будет открыть сразу же с выходом радмира на мобильное устройство спонтанно не так как вот когда там играет два-три человека все из которых тестеры там админ и все прочее новое видео выходит каждый день в 20.00 ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании здравствуйте я надеюсь что вы уже успели посмотреть мой последний во всех смыслах двухчасовой обзор на владислава павлова если вы это еще не сделали то чего же вы ждете вот это знаете как смотреть на девочку которая смотрит на тебя влюбленными глазами и ничего и не говорить да то есть там не целовать не говорить то есть вот она перед вами просто зайдите и посмотрите мой новый обзор это та самая девочка которая смотрит на вас влюбленными глазами ждет когда вы ее посмотрите на нее посмотрите может быть ей что-то скажете там знаете это метафора на то что вы должны написать комментарий по данным обзором чтобы он как бы продвигался и все чтобы как бы было хорошо замечательно круто и замечательно вы не меньше того не не меньше тех эпитетов которые сейчас сказал вот поэтому ну да заходите и все это разумеется в должной степени смотрите но ладно сегодня у нас очередное вот это вот видео за которое опять-таки многие напишут мол ты чё серьезно и чё вот делать что ли нечего вот ну зачем то есть люди же они сами могут зайти все это прочитать в во всех этих лайф сам пах во всех этих лайф мобайлах во всех вот этих вот прочих вещах они же могут зайти сами все это прочитать зачем в том-то и дело что мои новости они понимаете насыщены не просто тем что я вам прочитал вот там одну две три строчки без разницы сколько строчек из новостного издания ну хотя лайф мобайл и лайф сам а такими изданиями назвать сложно тем не менее вот такими словами вообще в частности назвать сложно тем не менее понимаете ли в чем дело я вот тут перед тем как перейти вот к основной теме я опять-таки повторюсь но я и я рассказываю разные там истории ситуации привожу аналогии все прочие вещи делают в подобных видеороликах и поэтому это не просто зачитывание новостей это это кино вот это на уровне кинематографа да может быть российского да может быть там какого-то артхаусного но на уровне кинематографа давайте будем честны если вы это все не цените то найдутся другие люди которые все это будут ценить почитать и ну придумайте там дальше что-нибудь по списку вот подобное и вообще все прочее на сегодняшнем стриме основатель радмир рп евгений ковалевский зашел в игру в прямом эфире также стала известна информация о том что 13 сервер проекта будет открыт сразу же с выходом радмира на мобильное устройство выход мобильной версии планировался еще в начале месяца но из-за проблем с зимней сборкой перенесся на неопределенный срок но команда проекта планирует выпустить его к новому году либо немного позже ну типа позже нового года там знаете 1 января 2 января может быть там какие-то вот эти вот все прочие январские праздники вы типа там лежите где-нибудь у бабушки отдыхаете едите наслаждаетесь вообще своей беззаботной там не знаю 13-летней 14-летней жизнью а вот тут знаете как ни свет ни заря на голову снисходит вот этот весь радмир мобайл радмир android и вы думаете блин а я же вот не успел все это сделать а тут уже приходится играть в целом понятно то есть все предельно понятно многие говорят мол там знаете да нет да вы чё да мы поиграем уже там знаете нового года вот ковалевский пообещал вот он сделал все прочие вещи с этим я согласен но понимаете ли в чем дело тут даже без особого такого знать большого онлайна появляются некоторые недостатки некоторые баги некоторые прочие вещи а сервер под нагрузкой чтобы вы понимали ведет себя спонтанно не так как вот когда там играет 23 человека все из которых тестеры там админ и все прочее и разумеется я более чем уверен что на открытие вот этого всего радмир мобайл будут некоторые проблемы с оптимизацией всего этого то есть люди там либо они смогут все это скачивать либо не смогут все это прочее сделать вот недавно я обсуждал открытый бета-тест brilliant rp и там вроде как тоже на первый взгляд кажется что все хорошо все зашли все все сделали на деле же хотела зайти намного больше людей но из-за каких-то определенных проблем связанных со всем этим лаунчером связанных со всеми вот этими прочими вещами которые ты должен скачать установить и вообще прочие вещи сделать там оказывается вот на этом все моменте встречается очень много проблем которые разумеется нужно решить а как их решать если ну типа у них вот опыт разработки вообще всех этих мобильных проектов он впервые тем более что это гта крымп это не просто там знаете взять одиночную гта с сан-андрес и туда вот накатить весь тот мод то есть вот это вот весь крымп и нет это абсолютно точно не так я уверен что там многие вещи пишутся вообще то есть под мобилку впервые никто не знает как это делать ни у кого нет такого опыта и разумеется я более чем уверен что на открытии все всех вот этих вот очень проблем будут конкретные очень сильные если уже сейчас нечто подобное встречается то что будет на открытие в сложном представить мне но разумеется я надеюсь только на лучшее чтобы люди смогли зайти поиграть и разумеется как я уже говорил до этого как я скажу и сейчас родимир мобел вряд ли сможет составить конкуренцию black rush и тем более на самом старте когда все еще будет такой знаете не оптимизированы когда все еще будет такой фиг пойми какой то есть как бесперебойный доступ к тому чтобы там знаете оплатить дом или там я не знаю бизнес оплатить что-то вроде того это неплохо да действительно там вы где-нибудь во всех вот этих вот я не знаю в на парах в школе в прочих вещах и да может быть кто-то даже на работе хотя конечно это немного странно применять к людям которые играют в gta крым п на телефоне порт с всего вот этого знаете ли компьютерного сервера я не думаю что к людям хотя вот часто заходишь пишет там знаете день в поиске на ютубе gta крым п все прочее заходишь и сидят реально какие-то взрослые мужики стримят думаешь чуваки у вас наверное я немного возможно мыслю стереотипами но у вас же вроде голова должна быть немного другим забита чем вы ее забиваете вообще что и что вы тут делаете в самом деле ребят ну вам бы там знаете семью растить там мальчика девочку все прочее делать там сидят мужики если на по 35 по 40 может быть это может просто выглядят плохо на самом деле им давние за 21 сидят все это делают при том что особо ладно бы они еще с этого зарабатывали там было бы более-менее понятно сидят чуваки там 300 400 подписчиков может быть даже тысяча и что-то ну такое себе вполне возможно что я все это сейчас придумал и к никакие вот эти вот мужики не сидят не играют вполне возможно что у меня таких воспоминаний не было и все это такие знаете сны додумки из подсознания но по моему действительно бывают такие рециденты инциденты как это все называется когда чуваки реально в возрасте сидят играют в крым п если они в крым п будут играть на телефоне ну просто но это их выбор в любом случае я не думаю что нужно как-то вот за все это цепляться как то что там говорить все я думаю все с ними понятно они выбрали себе такой путь пути крым путь и всех прочих вот этих вот и ну а не важно ладно сам факт в том что вместе с открытием я так понимаю тринадцатого сервера радмир рп крым п на пк откроется и мобильный проект то есть откроется весь этот порт разумеется многие могут подумать что сервак будет для мобилок но нет я более чем уверен что это просто порт и типа там чуваки из компьютера из телефона будут равны как бы кому не хотелось потому что ну я думаю евгению ковалевскому тут более менее виднее но разумеется время покажет как она там все будет что там вообще со всем этим будет заходите смотрите ознакамливайтесь еще что-нибудь вы можете делать вы как бы свободный человек я играл на проекте аризона роли play феникс айпи а также мой никнейм а также мой промокод а также мои все вот эти вот прочие вещи они находятся в описании данного видеоролика заходите туда и ну там все это постигайте все эти основы все эти азы природоведения там кстати и ссылочка на мой телеграм-канал заходите и все делайте до свидания и пока всем или не всем до свидания